сейчас мы разберем как был обработан вокал то есть иначе говоря было сделано сведение голоса здесь у нас дорожка она без обработки все идет на группу на track stack и здесь давайте посмотрим что было сделано давайте вообще отключим всю обработку и будем постепенно и добавлять так звучит вокал без всяких эффектов на всякий случай если вы смотрите этот курс не посмотрев предыдущие серии то я вырезал вокал из оригинального трека поэтому здесь присутствуют какие-то искажения некая возможно даже обработка из оригинального трека из оригинальной песни как бы то ни было даже если вы работаете с официальным ремикс паком где например студийное что называется акапелла чистая там в принципе все будет то же самое поехали первый у нас flanger и он выполняет у нас по всей видимости роль для автоматизации то есть просто в определенный момент времени он у нас добавляется это не относится к сведению это относится к предыдущей теме теме с аранжировкой у нас есть курс до по аранжировки ремиксов и это как раз вот об этом то есть это чисто плагин для такой креативной обработки только в определенный момент времени для создания интересного перехода а вот эквалайзер это уже тема более подходящая под именно сведение здесь что у нас сделано во первых срез низких частот об этом я уже рассказывал здесь стоит отметить только вот что тут цифра 150 она как бы уже роль такой особо не играет почему потому что каждый вокал индивидуальный и есть например низкий мужской вокал где допустим обрезать нужно там не больше 80 герц потому что если вы обрежете 150 то вы заденете уже полезные частоты здесь нужно определяться на слух и смотреть ну хотя бы по анализатору на женском вокале поскольку он более до высокочастотный более высокий то там все как бы смещено чуть вправо весь частотный спектр там можно подрезать побольше ключевой момент в том что когда вы делаете ремиксы да и вообще работаете с вокалом то во время записи могут попадать какие-то низкочастотные шумы это абсолютно нормально они просто вырезаются и никаких проблем с этим нету дальше еще один диапазон который важен для вокала это средний нижняя середина это несколько сотен герц если его увеличить то мы услышим такой немного гнусавый голос кому-то вокалист поет в нос чаще всего его вот этот диапазон чуть-чуть ослабляют то есть немного делают потише но это не является панацеей еще раз это очень важно что эти частоты они зависимости от вокала иной раз даже нужно чтобы они были чуть-чуть подняты то есть такое тоже бывает но чаще всего эти частоты либо не трогают либо и слегка уменьшают это зависит повторюсь от голоса тут просто нужно ориентироваться на слух потому что если есть ощущение что голос немного такой как бы в нос такой вот немного гнусавый то ему нужно добавить высоких частот а вот эти частоты немного ослабить то есть но бывает и наоборот бывает что и частоты наоборот даже хочется чуть-чуть поднять ну что какой-то тонкий такой голос так что просто на эту частоту обращайте внимание я же как обычно добавил высоких частот то есть я люблю когда вокал более яркие почти всегда голосу ну зачастую требуется чуть-чуть увеличить высокие частоты это можно сделать также шелфом либо можно сделать просто обычным вот таким вот эквалайзером обычным белом это тип эквализации называется bell колокол и как правило здесь использую достаточно широкий q то есть чтобы не вот так вот точечно какую-то частоту добавлять иначе это будет уже такой резонанс неприятный а делать это более широким q как который как правило меньше чем 07 но тут опять же нужно на слух потому что на глаз это бывает не совсем правильно и все вот основные три частоты это не вниз который почти всегда обрезается потому что там чаще всего есть какая-то непонятная мутность совершенно не относящиеся к голосу это несколько сотен герц это несколько килогерц где содержится вот как раз таки читаемость вокала и бывает еще отдельно можно выделить прям самые высокие частоты это где-то 10 килогерц и больше там содержится такой песочек такой воздух что называется такое воздушное звучание может становиться чтобы это может быть более детально продемонстрировать давайте возьмем винтажный эквалайзер винтажный эквалайзеры они могут прикольно работать как раз таки на повышение частот но этот нам не подойдет то что у него максимальная частота 72 она нам маловато так скажем будет давайте возьмем вот этот но в принципе можно его то есть вот допустим 16 килогерц можно так поднять не сказать что супер большая разница потому что здесь в принципе это звучит уже достаточно неплохо можно попробовать еще вот этот вот эквалайзер кстати он больше такой эмулирует как бы пултек и вот он мне должен понравиться больше то есть я обычно добавляя верха вейсовским пултеком но это эмуляция популярного такого значит эквалайзера здесь мы увеличиваем громкость band with я делаю пошире ну или давайте в средний возьмем и вот здесь как раз где-то несколько килогерц попробуем добавить разница есть она тоже не сказать что супер существенно но добавляется такой легкий песочек иногда вы могли замечать что в различных каких-то треках песнях и даже ремиксах бывает такой песочный прям такой вот как как будто сыпется вот такой голос вокал вот это как раз прям самые высокие частоты их нужно добавлять далеко не всегда просто обращайте на них внимание помните что такие частоты тоже есть они тоже влияют на звук но в данном случае это стандартная эквализация и здесь я считаю на сработала очень даже неплохо ну давайте послушаем как с ней без нее поярче по воздушнее становится это гораздо прикольней дальше идет компрессор компрессор он выравнивает звук в случае работы с вокалом то есть мы видим что где-то вот доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусти это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене громко поет вокалистка где-то тихо где-то громко где-то тихо в идеале в принципе эти вещи надо было бы ну можно было бы вот так вот взять как бы отрезать и сделать вот конкретно вот эти кусочки как бы по громче но можно скомпрессировать чтобы вот эту часть сделать тише а вот эту как бы громче то есть выровнять громкость этого самого вокала вспоминаем урок по компрессии я говорил что 5-10 децибел gain reduction да этот индикатор называется gain reduction это такое более оптимальное значение я считаю что в данном случае тоже это сработало достаточно неплохо настройки для вокала они достаточно стандартные ну ratio 4 к 1 это всегда почти на каждом звуке атака обычно буквально несколько миллисекунд 4-5 миллисекунд достаточно вот релиз можно оставить автоматическим либо если вы выключаете его то 50-100 миллисекунд более чем хватит и трешхолд отвечает за то как сильно будет компрессироваться ваша сигнал то есть gain reduction в принципе такая обработка вполне вполне оптимальна то есть задача компрессора на вокале просто его выровнять чтобы голос звучал достаточно ровно на протяжении всего как бы звучание дальше диэссер диэссер он убирает эски с сибиллианты вы можете обратить внимание что он сейчас будет срабатывать вот он редакшен это по сути тоже самый редакшен что и здесь он будет срабатывать только на шипящий но по крайней мере он так должен срабатывать давайте попробуем чуть поднять трешхолд потому что мы видим что срабатывает она далеко не ну как бы даже чаще чем нужно то есть не только на шипящие стрэнджи да и на с вот как раз таки она сработала вот вот так вот оптимально по сути что представляет собой диэссер диэссер по большому счету это просто-напросто мультибендовый компрессор но только он заточен на то чтобы удавливать только высокие частоты здесь вы можете непосредственно выбрать какие то будут что то есть frequency это определяет то какие частоты будут задействованы да то есть какие частоты будут компрессироваться вы можете выбрать режим фильтра то есть либо шелфом то есть все что выше вот этого диапазона она будет удавливаться либо был вариант то есть вас вот примерно этот диапазон будет контролироваться если на этом диапазоне происходит всплеск частот а он происходит обычно там на шипящих то как бы он начинает удавливаться max reduction это такой знаете ограничитель то есть если я поставлю его вот так вот то будет срабатывать diester также как и раньше но вот сильнее чем на минус 11 он не понизит громкость вообще вот этих частот а если сделать так то есть это по сути просто стоп такой сигнал стоп кран как угодно называйте просто с такой некий ограничитель и как это может работать на практике если в какой-то момент у вас сильно срабатывает diester и вы примут бывает слышно сделать вот так вот будет прям знаете заметно что вокалист начинает шепелявить то есть потому что высоких частот ну будет очень мало то что мы там добавляли раньше эквалайзером она как бы все пошло на смарку а если мы делаем вот так да то есть оптимально настраиваем то в принципе у нас и вот эти сибиллианты именно удавливаются а все остальные звуки они остаются нетронутыми поэтому ключевая настройка такова первое что вам нужно сделать сделать так чтобы только на шипящего срабатывал diester а дальше вы можете уже эти настройки делать более точечными но вот первоначально я рекомендую так да вот так будет оптимально дальше нас идет space designer то есть реверберация ну про это я уже рассказывал здесь просто добавляем ревер вот джаз vocal room ну то есть на мой слух вполне неплохо дальше стерео delay это перманентный delay то есть мы отдельно delay с вами не разбирали но я думаю многие знают что такое delay это просто плагин который повторяет звук данном случае у нас слева повторяется звук каждую одну восьмую а справа каждую одну шестнадцатую и мы можем с вами креативно работать с delay мы это разбирали да на уроке по аранжировке на курсе по аранжировке ремиксов то есть можем взять и автоматизацию увеличивать количество дела для того чтобы в какой-то момент времени вокалиста повторял несколько раз одну и ту же фразу там и так далее в данном случае это срабатывает как бы перманентно то есть мы используем небольшой фидбэк и очень небольшой микс и просто у нас постоянно повторяется этот звук создавая такой вот эффект по бокам вот слышно когда паузу нажимаешь вот эти вот послезвучие они остаются особенно заметно и в данном случае это я считаю уместно то есть такой ремикс получился немного размытым но в плане того что я специально его таким делал такой deep house вот в некоторых случаях бывает что дилей на вокале вообще не нужен потому что ну в современных как бы треках и ремиксах обычно дилей в таком вот варианте очень редко используется но моя задача показать вам как бы всякие варианты да и все возможные способы как можно обработать голос поэтому вот на вокале дилей обычно это прерогатива транса ну и каких-то вот около подобных жанров современных таких вот ремиксах прям коммерческих обычно в таком виде дилей используется крайне редко в общем здесь надо слушать и здесь нужно просто понимать как вам больше нравится дальше вот эта ручка она чисто для автоматизации громкости это тоже то о чем я рассказывал что в разных частях трека у нас может быть разная громкость вокала например здесь мне показалось что громковато звучит ну голос поэтому сделал его тише это абсолютно нормально это относится больше как бы к сведению и это нормально когда вы делаете громкость вокала разные в разных частях потому что в ком-нибудь там дропе где кульминация там конечно нужно чтобы вокал звучал максимально громко еще один space дизайнер который у нас выполняет тоже роль автоматизации то есть здесь ну он предполагал да что он будет значит автоматизирован да в итоге его не автоматизировал показывал это просто на прошлом на прошлых уроках в прошлом курсе но в итоге так и не сделал вот поэтому два ревербератора это так что один постоянный перманентный а второй чисто для эффектов для каких-то переходов и так далее поэтому если давайте вот чтобы вас это не смущало я сейчас уберу все плагины которые не относятся к непосредственно сведению и получается что у нас остается эквалайзер где почти всегда вот подобная обработка компрессор для выравнивания громкости но напомню что если громкость где-то сильно прям уж скачет лучше вручную это сделать диэсер чтобы убрать эски сибиллианты то есть нужно чтобы он срабатывал только на шипящий в этом случае он почти наверняка не будет сильно кошмарить вокал голос и все будет окей значит с реверберация ну собственно для придания объема дилей строго по вкусу это совсем прям не обязательно ну и гейн тоже по необходимости если вы хотите где-то сделать вокал громче где-то тише вот хотя как я уже говорил ранее вы можете выравнивать громкость вокала либо с помощью автоматизации либо просто вот как я показал да там обрезать какие-то кусочки вокала и просто делать их конкретно тише либо громче вот например вот здесь вот увеличивая или уменьшая гейн вот как-то вот так вот да например послушаем стать в миксе а а а а а а а где-то вот так то здесь прям вот еще важный момент что в некоторых местах трека как бы важно чтобы вот где-то пелось чуть громче где-то чуть тише ключевое опять же слово чуть потому что так расставляются акценты в песне какие-то фразы они специально должны быть чуть потише главное чтобы они не терялись поэтому здесь вот где-то один полтора децибела но это прям мелочи но тем не менее вот такая точная настройка она бывает конечно не лишней когда мы говорим про сведение чтобы все части голоса были хорошо слышны поэтому по обработке вокала вот так в общем то все здесь достаточно легко и просто и учитывайте что если вы врезали вокал из трека так как я показывал раньше то почти наверняка там уже есть какая-то обработка и вам здесь не нужно много всего как бы наваливать потому что иначе может быть даже будет избыток всякой обработки всяких эффектов